МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Руслан Мазитов. Я Кристина Якименкова. В эфире канал СТС Челябинск, 6 сезон телепроекта «Хочу быть моделью» 35+. До грандиозного финала осталось совсем немного времени. Занятия в самом разгаре. Успеют ли наши участницы подготовиться к шоу? И какие страсти кипят на репетициях? Узнаем в следующем сюжете. Занятия по грациозной походке каждый раз становятся чуть сложнее. Отдельные простые движения теперь сливаются в целый комплекс упражнений. Как следует разогревшись, девушки встают на каблуки и уже привычно выстраиваются у зеркала, чтобы до конца занятия запомнить верное положение тела для королевской осанки. Следующий этап – ходьба по прямой линии, словно в замедленной съемке. Чтобы не спеша сформировать мышечную память. Шаг и перекат. Дышим в том, расставляем минуточку. Уже снесли на проект. Расскажите, как ваши результаты? Хотелось бы еще лучше, конечно, но мы стараемся, подгоняем себя, слушаем нашего хореографа. Но очень сложно. Не все так просто, как казалось на первый взгляд. Вот эти вот вытачивания шагов – это очень сложно. Мозг сопротивляется. Летящую весеннюю походку Тамары не терпится увидеть на подиуме и ее дочери, и внучки. Олеся, не смотри в пол. Выше головы. Ты как будто пришла меня отчитывать. А где позитивное настроение? Сегодняшнее занятие очень понравилось. У нас сегодня был второй выход. Новая постановка ног, новая ходьба, новое дефиле. Мы учились поворачиваться, как заканчивать шаг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, поворот. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Удержать себя в равновесии. Потому что нас учат тело, чтобы шло плавно, и ничего не выходило из рамок. А у меня иногда нога одной выхлёстывает. Но я иду к своей цели. И очень надеюсь, я и добьюсь. Кроме того, девушки сегодня репетируют как индивидуальный выход, так и общее дефиле. Мимика на подиуме почти так же важна, как правильная походка. Вечный вопрос, куда девать руки, для моделей стоит особенно остро. Вы через зеркало, вы видите, не идёте. Сейчас она сделает. Вы идёте, у вас руки далеко, у вас очень много воздуха. И они вот такие, прям очень-очень. Всё, ничего не видно, кроме рук. Согласны? Расскажите, как ваши успехи в постановке дефиле? Я думаю, что с каждым разом, каждая девочка из нас понимает, что всё лучше, лучше. Ну, конечно, хотелось бы больше прорабатывать, оттачивать то, что мы уже получили, какие знания. Тяжело. Сейчас не тяжело. Очень тяжело это ставить. Какие нюансы для вас открыла Алена? Какие-то секретики, лайфхаки? Секретики, лайфхаки – это вообще, в принципе, понять своё тело и расслабиться. Ещё раз. Так, всё там, просто человеческие шаги, ничего сложного. Левая, правая, левая, поворот. Два стоим, левая и через ногу. Мы сегодня начали делать второй выход, и он оказался у нас такой механически очень сложный, потому что, да, новые мы дали выходы, хотя, в принципе, это шаг, просто шаг, который нужно направить в пространство. Это оказалось очень сложным. Вот, но, в принципе, успеваем, времени у нас достаточно, и мне нравится осанка у всех, и у всех уже, в принципе, достаточно статный ход сформировался, поэтому я думаю, что будет очень достойно и очень красиво. Спустя два дня на следующее занятие наши будущие модели пришли чуть более взволнованными, ведь грандиозный финал проекта приближается. Сегодня мы занимаемся постановкой дефиле финального. Легкость походки я ощутила на себе, конечно же, но есть еще над чем поработать. Осанка. У меня с осанкой вообще проблемы, поэтому здесь я чувствую, что уже спинка ровная становится, чувствую внутреннее ощущение преображения, ну, так же и как внешнее. Все нравится, здорово. Пошла, пошла. Губы, губы, демонстрии. Вот, вот. Ой, что делай, Ему. Что в себе заметили? Какие перемены? Осанка, движение, ну и вообще как бы интереснее как-то все это стало. Как-то близкие или просто люди на улице реагируют на вас по-другому? Конечно. Уже просто даже вот так вот смотрят. Сделают комплименты? Да. Тут за счет общего движения идет накачка. То есть вы должны работать таким образом, чтобы вот... И человек ни разу не захотел никуда увезти глаз. А вы очень часто... И все. То есть вы вот внутри себя эту динамику прям накрутите, накрутите, чтобы все так... И как одно мгновение прошло. Хорошо? Всегда с превеликим удовольствием иду на занятия по дефиле и осанке. Алена Алексеевна преподает очень доходчиво. Объясняет, учит общаться с телом, даже разговаривать с ним. Я думаю, что прогресс у нас заметен. Но будет еще лучше. Будет бомба. Иногда бывает, что сначала думаешь, а потом делаешь. Поэтому, чтобы движения были отточены, мы над этим работаем. И дома тоже выполняем домашнее задание. Есть какие-то ожидания от финального шоу? Ну, волнение. А ожидание того, что свершится чудо. И просто мы блеснем. Все получится, как мы хотели. Что же из этого получится, мы увидим уже 29 мая на финале проекта. Участниц ждет масса сюрпризов. В финале наших участниц ждет сразу несколько показов модной одежды. Тем более, если это презентация новой коллекции весна-лето 2019. Какие наряды приготовили дизайнеры для наших прекрасных дам? За примерками в Доме моды наблюдала и наша съемочная группа. Подготовка к финальному шоу в самом разгаре у наших участниц. В буквальном смысле нет свободной минуты, репетиции, мастер-классы и, конечно же, многочисленные примерки образов для дефиле. В этот раз девушкам предстояло примерить коллекцию от модного дома Натали Кальмухаметовой, которая была вдохновлена 60-ми годами легендарным фильмом «Завтрак у Тиффани». Она такая вся женственная, красивая, романтичная. Почему лунный бриз? Потому что захотелось отпуска, море, солнце. Она создавалась весной. Поэтому цвета легкие, воздушные, песочные, морские. Юбки-карандаш, массивные кожаные ремни и, конечно же, широкополые шляпы. В таких образах наши участницы почувствовали себя дамами из высшего общества. Образ, который на меня примерили, он для меня необычный. Мне кажется, очень красиво. Сочетание цветов очень благородные и мягкие. На мой взгляд, такие варианты подходят для женщин разного возраста, и это замечательно. Чувствую себя элегантной дамой и хочется, наверное, пойти на скачки. Образ очень женственный. Никогда не носила шляпы. Первый раз. Думаю, что мне идет. Может быть, даже проэкспериментирую. Слово «женственный» в этот вечер, пожалуй, звучало чаще всего, ведь по-другому описать эту весеннюю коллекцию было невозможно. Мне очень нравится. Он очень женственный, романтичный. Подойдет, мне кажется, даже любой девочке. Чувствуете себя уже настоящей моделью? Ведь скоро в нем придется выйти на сцену. Я даже леди себя чувствую. Не только моделью. Это уже успех, я считаю. Особенно корсет. Он красит меня. Очень элегантно, красиво, женственно. Легко. Несмотря на сложные комбинации образов и сочетания цветов, каждая вещь по отдельности вполне универсальна. Части коллекции можно совмещать с привычными джинсами, простыми брюками и юбками. Что же касается аксессуаров из кожи, то они призваны подчеркнуть хрупкость и женственность наших моделей. На мне костюмы, он как и деловой сочетается, и в то же время можно куда-то пойти в ресторан. Эта примерка для наших участниц стала, наверное, одной из самых эмоциональных. Уже сняв свои наряды, они продолжали обсуждать, на какие светские мероприятия они могли бы пойти в таких образах. Руслан, а знаешь ли ты, что такое хайлайтер, лайнер или, например, метеориты? Кристин, это что-то из астрономии? Да нет же. А вот наши участницы точно знают. На днях они посетили мастер-класс по профессиональному визажу. Метод обучения был выбран радикальным. Преподаватель каждой девушки накрасила лишь половину лица, а на второй предложила воспроизвести результат. Задача номер один. Красивый ровный цвет лица. В любом макияже самый главный секрет – это хорошо сделанный тон. То есть, финальные средства, базовые продукты, они всегда безупречны, они делают внешний вид ухоженным. И, естественно, когда мы говорим о более взрослых женщинах, то, естественно, более свежем, более молодым. Какие ты нам посоветуете? Как правильно их подбирать? В первую очередь, это текстура кожи. То есть, как бы, по особенностям строения и формы кожи. А второй момент – это, конечно же, комфорт. Потому что носить пластилин на лице никто не захочет. Поэтому в любом случае, прежде чем покупать какое-то средство, нужно его пыта сделать. Ожидание того, что накрасимся – вау. Будем супер-вау. Вечерний образ – это всегда смоки-айз. И если хочется добавить загадочности, любимый еще царицей – Клеопатрой Стрелочки. Научилась пользоваться своими принадлежностями. У меня полно всякой косметики, а я пользоваться ей как таковой не умею. Раз-раз быстренько, раз-раз и все. А тут я стала дома по полчаса мазюкаться. И как бы вижу изменения. Девушки пристально следят за работой Ангелины. Полностью накрашенное лицо станет для каждой наглядным результатом приложенных усилий. Сейчас попробую воспроизвести вторую половину лица. То есть так же, ну, примерно, хотя приблизительно. И думаю, что мне, ну, это мое, по вечернему макияжу мне очень понравилось. Это подойдет мне для дальнейшего использования. Ангелина, а коричневый смоки айс тоже же можно делать? Да, смоки может быть вообще любого цвета и тоже. Как видите, у меня все удалось. Да, вы отличный ученик, я смотрю. Первый раз мне предложили яркую помаду. Мне очень понравилось. На мой взгляд, мне идет. Я обязательно такую куплю. Как вы себя ощущаете с таким макияжем? Красоткой. Я пришла на урок уже в дневном макияже, но ожидаю, конечно, смоки айс, поярче, вечерний макияж, с которым можно пойти куда-нибудь сразу на вечеринку. Я очень довольна результатом. Ну, как видите, результат налицо. Мне очень нравится. Вот, ну, я готова пойти на подвиги. На финал или на вечеринку? На финал, в первую очередь. Впечатления хорошие, веселенькие. Все мне показали вечерний макияж, как наносить. Красились вы так, как для того? Нет, так ярко, нет, не красилось. И как вам? Ну, интересно так. Отлично, а вам как? Мне тоже очень понравилось. Очень даже позитивно. Куда бы вы так отправились? Кроме финала, конечно. В ресторан, в театр. А вы? Ну, аналогично. Для финала девушек обещают накрасить еще ярче. В этот день каждая из них должна быть просто неотразимой. Настоящая модель должна не только эффектно выглядеть, заниматься спортом, но и правильно питаться. Именно поэтому вместе с нашими участницами мы отправились в кулинарную студию готовить вкусное, а главное полезное блюдо. Теплый салат с куриной печенью и яйцом пошет. Сегодня на кулинарном мастер-классе в студии «Базилик» наши участницы будут учиться готовить на первый взгляд простое блюдо, которое на самом деле таит в себе несколько секретов. Ожидаю стресса такого хорошего, в хорошем смысле адреналина, который давно не испытывала. Я надеюсь, что буду дома делать то, что повар сейчас нам скажет. У шеф-повара Святослава рецепт приготовления яйца пашот отличается от классического варианта. Никаких сложных манипуляций и долгих попыток создать в кастрюле водяную воронку. Берем пищевую пленку, смазываем маслом, разбиваем внутрь яйцо, солим, перчим и придерживаемся всего лишь одного правила. Изближать образование пузыречка воздуха, то есть мы аккуратненько сжимаем и закручиваем. Для наших участниц такой вариант варки яиц стал настоящим экспериментом. Ни разу, если честно, не готовила, как традиционно, омлет, яйца вкрутую. Это безумно интересно. Яйцо пашот готовила, но как раз классический вариант с верчением воронки. Ну, так себе удовольствие, надо сказать. Один раз можно сделать, помучиться и свести несколько яиц, и плюнуть, и поджарить. Этот способ приготовления удобнее, легче? Я думаю, что да. Сейчас как налертим яиц. А пока яйца пашот варятся, самое время заняться приготовлением салата, а точнее его главного ингредиента – куриной печени. Учимся правильно обращаться с таким тонким продуктом, как печень куриная, потому что многие наверняка смотрят на этот продукт скептически, потому что все то, что они не умеют готовить. Первый секрет от шеф-повара – довольно прост. Не переборщить. В печени не нужно класть много на сковороду. За один раз небольшая горсть должна обжариваться. Она обжариваться будет быстрее, это раз, и два, будут красивее корочки, если меньше ингредиента у вас на сковороде. Еще один совет для тех, кто захочет устроить дома эффектное шоу. Когда вы делаете фламбе у себя дома, у вас должны соблюдаться три простых правила. Убранные волосы, убранные шторки и вымытая вытяжка. Обжаренную куриную печень дополняем листьями салата, помидорами черри и кладем сверху яйцо пашот. И, конечно же, не забываем о красивой сервировке. У нас позитивные впечатления от того, что, в принципе, все просто, ингредиенты очень простые, но на домашней кухне, в принципе, очень редко с таким сталкиваешься. Варка вот этого яйца пашот, это вообще уникальная какая-то вещь, я просто первый раз вообще видела подобный вариант варки яиц. Мне очень понравилось, как мы жарили печень. Это было волшебно, это просто было феерично. Простое легкое блюдо, по словам наших участниц, может стать вкусным дополнением к обеду или даже полноценным ужином для тех, кто заботится о своей фигуре. Очень вкусно, очень легко. Я как раз сейчас после тренировки это самое вот рекомендую всем. Все легкое, все полезное и легко готовить. Мастер-класс стал для наших участниц и испытанием, и вдохновением. Говорят, дома с удовольствием повторят то, чему научились сегодня. Честно признаюсь, дома не готовлю. Готовить можно. И я буду очень рада, если я ему сделала такой сюрприз. Ну, вы знаете, мне все понравилось. Повар высшего класса. Здорово все получала из первого раза. Спасибо огромное Святославу. Просто мастер своего дела. На заметку стоит взять и другие блюда, которые есть в программе мастер-класса в студии «Базилик». Грузинская, французская, мексиканская, азиатская и другие национальные кухни доступны каждому желающему. Ведь студия открывает свои двери не только профессионалам, но и новичкам. Обещают, готовка станет настоящим праздником. Мужским компаниям предлагают стейки для женщин специальное детокс-меню. Незамужние дамы смогут освоить отдельный курс с говорящим названием «Замуж», где девушек учат готовить самые популярные блюда так называемой семейной кухни. И все это под чутким руководством опытных шеф-поваров. Что же касается наших участниц, то они уже готовы к следующим занятиям и репетициям. После кулинарного мастер-класса самое время сжечь калории. Ведь наши участницы придерживаются здорового образа жизни. Причем девушки решили не просто заняться спортом, а устроить тест-драйв одного из самых популярных среди горожан средств передвижения. Регулярные занятия спортом – неотъемлемая часть жизни каждой модели. Именно поэтому наши участницы отправились на живописную велопрогулку в поселок Рощино, что всего в 15 минутах езды от города. К сожалению, город не приспособлен для велопрогулок. Чтобы выбраться, приходится и доезжать до какой-нибудь лесополосы. Здесь кататься одно удовольствие. Очень много дорожек, нет никаких светофоров, машин. Спортивная тематика и пропаганда здорового образа жизни заложена в концепции нового жилого комплекса «Олимпийский». За домом есть прекрасная площадка. Это собственный парк в жилом комплексе «Олимпийский». Там вы можете гулять и кататься на своих любимых самокатах, велосипедах. А также, если вы приобретете квартиру в нашем жилом комплексе, получите велосипед в подарок и замечательно пройдете время в своем же парке. Сохраняя спортивный шик, наши будущие модели устроили тест-драйв новых велосипедов. Хочу быть моделем шестой сезон! Впечатлениями от велопрогулки наши участницы остались довольны. Моя мечта сбылась – покататься в Рощино. Эмоции переполняют. Я бы каждый день каталась здесь в Рощино. Все супер! Как будто вернулись в детство. Перезагрузка полная. Перезагрузка мозга, перезагрузка эмоций, перезагрузка вообще всего видения. Я больше 20 лет не каталась на велосипеде, и поэтому для меня было это экстримом. Но я справилась, у меня такой драйв охватил задор. Свежий воздух, солнышко светит, березы, птички. Я на велосипеде. Вообще здорово! Все здорово сегодня так совпало, и первый теплый денек, и у нас вот эта вылазка на природу, то есть вообще мне прекрасно, прям вкатило. Побывать на экскурсии в жилом комплексе «Олимпийский» может каждый. Квалифицированные менеджеры проведут вас по территории и ответят на все интересующие вопросы. На сегодня это все. Уже в следующей серии мы покажем невероятное преображение наших участниц и их новые образы, в которых они предстанут в финале. Он состоится 29 мая в изумрудном зале Конгресс отеля «Малахит». О том, как попасть на шоу, можно узнать в имидж-клубе «Светлана» по телефону 263-57-37. Увидимся на канале СТС «Челябинск». Пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok